Все, запись пошла. Итак, в общем, на гибкость опинных конусов на кубических поверхностях. Я беру феноконусов над кубическими поверхностями. Я буду писать сокращениями, потому что не очень быстро реагирует доска. Во-первых, мы будем двигаться поэтапно по словам, которые здесь лично слышатся им дают. Можно было в принципе онлайн, но в любом случае… А, хорошо. Итак, первое слово, самое главное, здесь гибкость. Я напомню, наверняка присутствующие помнят, что это. В 2013 году была опубликована работа пяти авторов – Аджанцева, Сленера, Каллимана, Кучебауфа и Зайденберга. Они доказали следующую вещь. В 2013 году была опубликована работа пяти авторов – Аджанцева, Каллимана. Во-первых, определимся, с чем мы будем работать. У нас Х – это будет афинное многообразие над полем алгоритическим замкнутым в партилистике 0 – ситуация классическая. То есть, если угодно, можно считать, что поле комплексных чисел. Ну и еще будем считать, что наше многообразие, его размерность хотя бы два. Почему? Нам будут интересны аддитивные действия на нашем многообразии. То есть, у нас есть аддитивная группа в поле. Мы ее будем обозначать ЖА. И все возможные действия группы ЖА на нашем многообразии Х образуют специальную группу астоморфизма нашего Х. То есть, она порождена всеми ЖА действиями. Чем это нам интересно? В принципе, если Х, допустим, проективная, то группа астоморфизма – вся она будет конечной мерной. Так что вся эта компонента будет алгоритической. Если Х – это кривая размерности 1, то опять же группа астоморфизма будет алгоритической группой. Ну или, если это проективно, то, как минимум, конечной мерной. А вот если размерность хотя бы два, то уже начинается интерьер. В первых, группа астоморфизма безконечной мерной возникает такое понятие, как безконечная транситивность. Нам можем любой набор точек, конечно, перегнать любой набор точек. Именно этому феномену посвящена работа пяти авторов. Точнее, у них есть следующее теорема. Для такого Х следующее условие – это эквивалентность. Первое условие, что любая гладкая точка является гибкой. Что это значит? Это значит, что касательное пространство к многообразию Х нашей точки порождается касательными пространствами к орбитам для действий. Тх, ах, где здесь не стереть? Лучше зачеркивать. А у вас слева, Вася, по-моему, пластик. Сверху есть панель, справа, там, где дискетка, потом нарисован карандашик, а следующий – пластик. Да, я сейчас перешел в другое приложение. Сверху справа. Надо нажать на этот ластик. На ластик нужно нажать, – это правее карандашика. Вот следующее после карандашика – ластик. Выбрать, какой удобно, например, самый первый, и потом, не отрывая от экрана, стирать. Ну, лучше самый первый, и не отрывая от экрана, стирать. Когда отрываясь от экрана, он перестает стирать и начинает писать. Что-то истереть смог, что-то не смог, потому что я, видимо, работал разными приложениями. Так. Сейчас, секунду. Это вот панелька из другого приложения. В этой ситуации вся проблема была. Итак, гибкая точка, если точка называется гибкой, если то касается прожжено всеми векторами орбитов уже действий. Ну и это значит, что с помощью гибкой вы из данной точки можете пойти в любую сторону. Второе условие – то, что группа офтамортизмов, группа специальных офтамортизмов действует на гладких точках с террозитином. Ну и последнее условие. Самое главное, от чего все это существует, на мой взгляд. То, что группа специальных офтамортизмов действует на множестве гладких точках бесконечно. Трозитивно. То есть, она действует трозитивно на м наборах для любого м. А то, что можно нажать действием в том, что есть жа действием в любом направлении? Не совсем. То есть, из данного утверждения, то есть, если надо, допустим, в мерном многообразии, нам достаточно двух действий в разные стороны. Но, если сопрягая одно действие с помощью другого, мы можем получить действия, которые действительно дают векторам во все стороны. Вернее, почти во все стороны. может быть, там, за исключением, допустим, например, замкнутого процесса. Теоретически, может быть. Почти любое направление возможно. Это так. Итак. То есть, получается, что если у нас есть, если у нас это шеется, то мы можем найти два значения, то мы начали thick точек. И вот там… целое движение было по поиску гибких многобразий. Доказательство, что те классы многобразий, эти классы гибкие. Корректно я больше всего занимался этими колосами… В итоге обычно гибкости, потому что бывает сложно доказать, и она не всегда выполняется. И я приключился на обобщенную гибкость. Что такое обобщенная гибкость? Мы взяли наше множество глазких точек заменили на произвольное открытое подножество. То есть мы можем не перевязывать с глазки точек и сказать, что вот сколько получилось, сколько получилось. Но достаточно большое открытое подножество. И что изменится в формировке нашей теории? Во-первых, то есть если мы скажем, что у нас там существует какой-то У, что любая точка в У гибкая, а это оказывается соответственно тому, что существует хотя бы одна гибкая точка. Это я здесь буду стирать, тут кто-то лицарь вниз, надо лицарь? Что у нас изменилось? x неприводима. x неприводима, да, потому что плохо. Давайте перенумираем условия. Первое условие превратится в то, что у нас существует хотя бы одна гибкая точка. Почему-то так? Ну, чтобы все гибкие точки, оно открыто. То есть если у нас есть хотя бы одна гибкая точка, с которой мы можем пойти в любую сторону, понятно, что открытое множество точек вокруг тоже будет гибким. Мы можем сопрячь оттомофизма. Ну и тогда у нас есть открытое множество точек. Второе условие. Когда мы говорим, что у нас группа специальных митомофизмов действует на каком-то подножить транзитивно, это то же самое, что существует открытая орбита в группе специальных митомофизмов. В общем-то ее и мы хотим назвать этим множеством у. То есть у будет и открытой орбиты, и множеством гибких точек. И по сути первое утверждение теоремы стоит в том, что данные два условия между собой эквивалентны. Потому что понятно, что если у нас есть открытая орбита… Ну, из второго первое немножко сложнее видно, а из первого – второе прямо на очереди. Ну, если у нас есть какая-то гибкая точка, то из нее можно пойти в любую сторону. То есть у нас есть открытая орбита. Ну, а открытая в смысле плотная? Открытая в смысле и открытая подножка. Но одновременно плотная, потому что X не приводит. Орбита… Ну, скажем так, здесь уже надо смотреть теорию английской рубки и различные действия. То есть у вас, в принципе, орбита, плотная орбита, дополнение к ней – это можно доказать. То есть это некосознатная фермика, если обливающая их положение. Ну, скажем так. Я так решил, что это не бывает. Ну, накраду, если это открытых, но плотных, но не открытых, наверное, не было. Можно… Если у нас есть какая-то… Ну, да. Ну, да. Потому что, может быть, это приводимое. Хорошо. И из этих двух эвелитных условий следует крайне бесконечная созидивность на открытой орбите. В этом случае X называется обобщенно-гибкая. Отлично. Развались обобщенно-гибкой. Отлично. Развались обобщенно-гибкой. Теперь у меня вопрос. Сколько времени? Отлично. Хорошо. Так. Перейдем теперь к активным конкурсам. То есть о том, как доказывать, что какое-то многовлядие битвы. Для этого, ну, в принципе, идея довольно естественная. Здесь у нас есть наше многообразие X. У нас есть какие-то GEO-действия. У нас есть одно GEO-действие. Я рисую орбиты GEO-действия. Это такие афинные прямые. И рисую какое-то GEO-действие. И там, может быть, еще и еще. И нам нужно по орбитам GEO-действия уметь переходить от любой точки на любую. И мы получим за открытую X. Мы смотрим даже о действиях. Смотрим, что мы можем перейти оттуда угодно, куда угодно. Вот у нас есть, допустим, плоскость. Размерное многообразие. Нам нужно доказать, что X. Традиционно действует на каком-то открытом подножке. У нас есть два действия, которые друг друга разрешают. Вот берем одну точку. Мы хотим от нее дойти до любой другой или почти до любой другой. Мы можем синим действием, допустим, дойти до любой точки на орбите одной. А вот красным действием мы уже эту орбиту разнесем. И значит, что из этой точки мы дойдем до двухмерного подножца. Если нам нужно, если многообразие трех-четырехмерное, то нам нужно будет хотя бы для простоты 3-4 действия. Но иногда бывает так, что двух действий достаточно. Бывает так, что два действия не совсем совпадают. Орбиты первого действия могут не переноситься в орбиту. То есть у нас может быть так, что мы взяли синюю орбиту, они как-то вот так сойдут. Ну или там на одной какой-то высоте. А красное действие поднимает орбиту и перекасывает ее. И превращает, допустим, что-то вот в такое вот. Ну, здесь плохо изображено. Представьте, что синие, вот эти синие орбиты возрастают в плоскость. Это значит, что эти действия не коммутируют, да, такое вы хотите сказать? Да, сейчас они не коммутируют и даже на уровне орбиты не коммутируют. То есть видно, что перейдя сначала по синему, потом по красному или по красному, мы поднимаемся в совершенно разные места. То есть это два действия для свободного произведения? Обычно, да, но никак. То есть… Ну, пока эти два действия для них есть разное. То есть это не действие в духовне, а просто… Да, да, конечно. Такие два действия порождают что-то бесконечное. Обычно. Обычно. Вообще говоря, непонятно, но обычно, да. То есть их легко подкрутить, что то уже получилось свободное действие. А что еще будет? Вдруг у них что-то совходит? Да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, ладно. То есть… Картинка у вас абсолютно вернет, правда. И так, что у нас с конусами. То есть общая картинка на местах. Пусть у нас Y. Это… То есть афильный фонус у нас с каким-то таким многообразием. Тоже неприводимый. И в нем есть… Чтобы его… Взять конусами, его надо вложить в проективность и проста. Вложение – это поляризация по очень обильному дивизору. Так. Ну, и поэтому у нас получается… Если только мы выбрали очень обильный дивизор, у нас есть вложение PN. С помощью полной линейной системы, отвечающей этому дивизору. То есть TmH переходит в гиперплоское сечение. Ну, и понятно, что раз у нас… Может быть идти в афильное пространство. То есть на PN у нас висит… М плюс один без нуля. То есть у нас некая проекция P. Мы можем рассмотреть P образ Y. Ну, это будет что-то без нуля. Опять же добавим ноль. Это и будет афильный конус. Афильный конус над Y, соответствующий поляризации по дивизору H. Это и есть наши многообразии X. Это спектр, прямая сумма глобальных сечений… Да. Афильный конус над Y. Да. То есть если у Y есть Pro, то это спектр обычно. То есть, обратно, обратно. В принципе, и так вводятся обобщенные конуса и клави конуса через… Ну, с мультики на дреналлы. Ну, у них там просто вместо начала когната, может быть, что-то такое. Вот. Теперь, как доказывать… Мы хотим доказывать гибкость X, глядя на Y. Ну и на Y. Для этого нам понадобятся какие-то афильные подножества в Y, на которых уже есть какое-то действие. Прошу прощения, а можно такой вопрос? Вы не могли бы коротко сказать, примерно, план? То есть, что вы планируете достичь и про что? То есть, я думаю, что я не успею рассказать все. Лучше, конечно, немножко… То есть, я хотел, поскольку здесь сильно, что-то более научный, можно детально рассказать, как доказывать гибкость конуса. То есть, некий признак гибкости. Ну и потом посмотреть, как устроены кубические поверхности и какие там по множеству надо выбирать, чтобы была гибкость. Ну, это две основных части. То есть, если выяснить, для каких поверхностей они гибкие, а для каких нет, или что? Скажем так, для кубических поверхностей можно взять любую кубическую поверхность и любой дивизор H очень обильный, кроме антикономического или ему кратера. И там будет… Так получается. И это вот основная теорема, да? Это основная теорема, да. Ясно. Во всех деталях там… Я это не изложу, потому что там некоторый перебор случаев, которые… Там разные H, для разных H надо дать разные наборы подножки. Я просто покажу, какие наборы подножки бывают, чтобы получить гибкость для любого H, кроме антикономического. Спасибо. А антикономического просто не верно? Там нет аддитиногий. Верно на отсутках. Ну, вопрос… Здесь у нас есть какой-то конус. Мы берем… Пусть у нас берите U. Это открытое афинное подможество. Афинное мы берем, потому что там будем опять смотреть геониты и приносить их уже на сам конус Х. Это открытое подможество. И мы хотим сказать, что он… Что это подможество H понятно, если для любого… Если в дополнении к U лежит H, ну или почти, лежит дивизор эквивалентный H. То есть, если существует такой Q-дивизор D, эффективный Q-дивизор D, который, во-первых, эквивалентный H, а во-вторых, чейный-носитель не пересекается в U. Лежит в заполнении… А, пардон, не просто лежит, а совпадает. То есть, выкинуть из лую щупу сухого радио? Да. То есть, что еще… Почему? Можно выкинуть что-то эквивалентное одной из компонентов. То есть, можно выкинуть что-то, что эквивалентное одной из компонентов, тогда у нас можно поменять веса этих компонентов и получить новый эквивалентный H. Т.е. там мы скоро увидим, что можно реально делать. Тогда верим в следующий факт. Если у нас есть H-полярное именно помножество, то для любого… Любое помножество инвариантное осильно жеодействий на X, оно переносится в помножество инвариантное на U. То есть, для любой south X орбиты S, пересечение ее образа с U является вариантом массивной south U. В принципе, я хотел доказать, но вряд ли сейчас я это успею. С вопросом расскажу некоторую идею. Допустим, что у нас какая-то орбита вверху спустилась в что-то невариантное. А если оно внизу не невариантное, то существует ЖА действие какое-то H, например. Так, H плохая буква, потому что уже есть. Ж на U. Такое, что оно Пиадес куда-то переносит. Ну, как вы, наверное, знаете, ЖА действия нас отвечают локальным неприятным дифрессированием. Любая там подруга является набором экспонент для локального дифрессирования умноженных на все константы наши. Ну, и если у нас есть такое ЛНД, то тогда мы можем перенести его с U на полный прообраз. Потому что полный прообраз – это то же самое, что U умножить на прямую с выколотой точкой. Ну, а раз переносится сюда, нам осталось лишь добить его до X. А для функции нашего открытого по множеству прообраза U – это, оказывается, а для функций всего X, локализованных по кулку F. И F – это функция, чьей нулей – это дополнение к тому. Ну, и у вас возникает такая картинка, что ваше дифрессирование, перенесенное сюда, оно берется в произвольно образующую адрес функции X, и переводится в какое-то многочисленное от образующих, деленное на степень F. У вас еще одно наблюдение есть, что эта функция F, она поднуляется, то есть лежит в ядре. Это значит, что мы можем домножать. И взяв какую-то большую степень F и домножим на нее наше дифрессирование, мы получим, что все обравнующие адрес функции X переходят в какие-то многочленные. Ну, и значит, мы получили дифрессирование на X, и оно в том числе и гипотеку. Значит, у нас получается некое действие уже аддитивное на X. Причем оно соотносится с исходом действия на U вполне естественным образом. Вот у нас есть кодекс X, вот у нас есть Y, и вот у нас где-то есть U. И в нем есть G-орбит. Так вот, у проуказа для каждой орбиты U есть целая семейство орбит, все из которых переходят ровно в эту одну орбиту. Потому что наше действие, оно получается однородное. Но это значит, что если наша орбита в U выходила из инвариатного поножества, из ОГПС, то их проорганы тоже должны были выходить из орбиты S. Ну все. То есть в реальности здесь есть еще какие-то мелочи, которые я опустил, но я про них говорить сейчас не буду. Нормально, только у меня немножко залипает, то есть пишется там, я не так далеко отношусь. Что нажать? Ну ладно, сейчас допишу, да. А, я понял. Ладно, хорошо. Теперь, у нас идея в том, что чтобы получить открытое подножество, нам нужно получить много же орбит на Y. То есть нам нужно найти несколько таких подножеств U, которые покроют Y, ну или почти покроют Y, так чтобы можно было перейти в другой точке в другой. Я правильно помню? Сейчас мы проектируем слишком много действий, которые не можем? Да, но мы же действуем с афинными подножествами. И действий берем TAP. Поэтому у нас в этом плане все хорошо. Итак, мы хотим взять много таких подножеств, то есть это набор H полярных афинных подножеств нашего Y, картинного наговора. И мы хотим от нее две вещи. Во-первых, мы хотим, чтобы она была, чтобы этот набор был трансверсальным, что это значит? Это значит, что мы можем по орбитам действий на разных U дойти от любой точки до любой точки. То есть это можно сказать иначе. Во-первых, мы берем объединение всех наших подножеств U, которые лежат в нашем наборе. Назовем это носителем нашего набора. Это подножество Y. Мы хотим, чтобы никакое нетривиальное его подножество, то есть не являющееся пустым, не совпадающе со всем носителем. У нас не было инвариантным действительно всех специальных группов стоморфизма. То есть никакой непривиальный Z не является самым вариантом отсиденно всех подножеств U. у нас нашлось такой непривиальный Z, то мы нашли подножество, которого не может быть в нашем носителе. Это нехорошо. по таким отцветлой орбиты. Это первое свойство. А второе свойство, которое мы хотим, это такое. что наш набор должен быть H полный. Значит, у нас в дополнение к носителю не лежит дивизор аквалентного H. То есть не существует курд дивизора, может быть, даже необязательно эффективного D, который, во-первых, в акваленте наш, а во-вторых, чей носитель попадает строго внутрь дополнения к носителю набора. Что это свойство дает, пока не понятно, но мы сейчас увидим. Во-первых, Транжисталь. Извиняюсь, в третьей строчке, здесь, наверное, в маркере, да? Здесь? Да, я просто маркер немножко задел, да, попозже на дупребель. Так, пусть у нас есть какая-то S. 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 X орбита на нашем активном конусе. То есть мы взяли все группы стереальных стаборфизмов, подействовали на какую-то точку, получили орбиту. Будем считать, что эта орбита достаточно большая, то есть максимальная возможная размерность. и тогда смотрим на ее образ в Y. Первое свойство, трансферстальность, оно нам гарантирует, что образ орбиты содержит весь носитель набора. То есть это вот следует вот отсюда. Ну, почему там? Во-первых, мы можем взять X, который попадает в носитель, Ну, а раз у нас есть трансферстальность, то наше подношество PNS не может быть инвариантно относительно всех подношеств разных. Но само по себе это множество. Само по себе PNS по нашей лиме инвариантно относительно на любом пункте. Значит, он может быть либо пустым, что не так, либо содержать в себе агрессивное насилие. Ну, все. Вернее так, либо пересечение с носителем, но серверным. Ну, то есть у нас образ нашей орбиты пересекается с носителем. Образ инвариантно относительно всех циалевых агрессивных, значит пересечение с носителем либо пустым, либо с носителем. Знаешь, на шоу листьях нет слова непонятно. Слава не понимает. Да, наверное, да. Спасибо, что спрашиваете. Я тоже сейчас спрашиваю, когда не понимаю слова. И как раз да. Можно я еще один вопрос задам? Я не знаю, правильно сейчас место, но мне бы по крайней мере было полезно, если был какой-нибудь пример. То есть как бы за что идет борьба, в какой ситуации планируется применять. Ну, не знаю, на что-нибудь. Мы скоро посмотрим как раз на набор ашталярных дивизоров. Можно какой-нибудь самый базовый не знаю, архетипический пример? Он будет как часть минут через пять, наверное. Хорошо. Спасибо. Пока ну да, пока здесь просто получается иначе порочный круг. Одно выясняется через второе, второе через четыре. что из второй части получается? Во-первых, мы видим, что наша орбита, ее образ он открыт в проективном многобране нашем в у. У нас возможно два варианта. первый вариант, что наш s в x открыто, тогда ура, мы победили. его может быть только единичка. у нас x расслаивается на однополиметрическое семейство орбит. Сеть орбит переходит друг в друга с помощью гомотеки. вот здесь тоже некое доказательство одного признака, которое я не буду сейчас подробно проговаривать, но если интересно, можно вернуться позже. идея вот что. Это у нас есть анаполиметрическое семейство, поскольку наш кокус это недривиальное расстояние над y. То есть здесь я все приблизительно говорю, потому что нужно делать все аккуратно. У нас такое расстояние но если пополнить то из этого можно изготовить некоторые расстояния на самом деле. И наше s это сечение здесь тоже на самом деле мульти сечение может быть что каждый стой пересекает несколько раз. то есть получается так а раз на сечение то соответствующий дивизор допустим дивизор ну ну и сечение но у вас есть орбита у вас орбита образует такое расстояние то есть они переходят друг к другу при гомоте и у вас есть расстояние вашего x а 1 gm то есть один луч то есть она прямая приходящая начало тогда получается что ваш орбита s пересекает каждую прямую конечность числа ну можно считать что они это то что надо довести у вас дивизор s он то есть я наверное не буду говорить эквивалентен я вам скажу что его носитель должен содержать носитель какого-то дивизора d эквивалентного h ну потому что иначе не получается у вас не может быть такое чтобы у вас получился дивизор нулей очень маленький если он очень маленький то значит у вас расстояние либо сервериальное либо не соответствует нашему дивизору h это тоже некое обоснование которое я пропущу но идея вот такая то есть дивизор s это как раз дополнение к нашему множеству орбит там где наши орбиты уходят либо 0 либо на но это и есть образ этого дивизора s это как раз дополнение к носителю не может содержать достаточно большой дивизор эквивалентный h это критерий а что это более менее идея в том что у нас в дополнение к носителю набора то есть к образу орбиты не может лежать с чего-то большого и это есть критерий что если у нас есть набор ашполярных афинных подножеств который просто мы взяли какой-то набор может быть там два подножеств да у нас существует набор ашполярных подножеств которые во-первых циррофициально а во-вторых является аж полным тогда из-за этого следует что ваш афинный кодус и является обобщенным гибким и вот это механика которую мы используем то есть в такой форме она появилась в последней работе кубических поверхностях до этого было несколько менее общие варианты и немного в других словах если керем доказывать мы доказательствуем но при уменьшении набора эти свойства они могут нарушить ажполярность не меняется потому что свойства ажполярность тоже ломается ажполярность в том ажполярность сохраняется но с всем ажполярность но мы будем делать наоборот мы будем брать кроветного множество и тогда тем больше многих тем меньше возможный поэтому по факту нам не выгодно брать новую подвеску а именно кубические поверсить я просто могу добавлять эту штуку вы хотите перейти на следующую страницу или что какая мысль перейти на следующую страничку нужно внизу два раза ткнуть карандаш так что такое кубические поверсии вы знаете что поверсия дельбеса почти все получается из проектированной плоскости и раздуйте в кубических точек нам нужно раздуть 6 точек 3 из них не лежат на прямой и 5 не лежат на одной конике мы заставили квадрики, но если мы про прямые сказали можно просто сказать коники это получается точки общего положения ну парамели гладкие на поле 10.0 там гублических замок у нас их там вообще кубических поверсий много потому что параметров у нас получается где-то шестимерные в пространстве может быть я вам говорю ну что-то в другом в кубических смысле задающееся кубическим уравнением да то есть если мы возьмем кубическое уравнение в P3 мы получим что-то вот такое и мы получим на самом деле антихроническое вложение чтобы это чуть позже итак сначала поговорим про цилинд, который там бывает что такое цилинд то есть в качестве нашего у самый простой вариант у можно взять что-то вида афинная прямая умножить на что-то там понятно, что здесь есть вас позитивные идеи ну и все, цилиндров, по-моему, их хватает мы здесь есть никто, где у нас находится я прошу прощения, а что такое Z? Z, ну какое-то помножство то есть в данном случае это будет у нас это будет заморз на A1 с выколотой точкой вообще можно шоу лучше всего брать и Z иметь группы Хара как стривиально и какие цилиндры мы будем брать? вот есть наша P2, есть у нас конька конька Q, есть в ней касательная и мы берем расстояние ими прожденное то есть это будет пучок прожденный Q и 2 T будет состоять из всех конек, которые касаются T в той же точке и еще там какой-то условия есть то есть они образуются на приоритической семействе то есть те, которые получаются надо взять два уравнения Q и уравнение T в квадрате и сложить все возможные коэффициенты вот получается такое расстояние P2 если мы вытянем из P2 наши Q и T то мы получим уже расстояние такое вес байсной точки и слой будет афинная прямая то есть это будет наш цилиндр Q и можно посмотреть когда он будет там аж по полям нам нужно все это делать для кубической поверхности нам нужно взять Q и T каким-то образом чтобы все вот эти вот точки раздутия были в дополнении нам нужно, чтобы наши 6 точек давайте я их помечу красненьким они были здесь ну вот действительно через любые 5 точек мы можем провести конику а из 6 точки мы возьмем скасательную точку то есть вот мы запустим здесь E1 а здесь E2 и так далее E3 и тому подобное и вот у вас есть уже первый цилиндр давайте проверим для каких дивизоров H влияет H полярм и мы даже уже построим некоторый набор который нам будет H пол что будет будет то есть утверждение, что H полярм для любого H я сейчас что-то напишу и объясню в относительной внутренности конуса натянутого на дополнение то есть мы можем взять компоненты дополнений E1 далее E6 Q и T и взять дивизор взять любые комбинаты любыми весами то есть давайте сначала напишу это человеческим языком внизу для любого H равного альфа 1 E1 плюс альфа 6 и 6 плюс альфа 7 Q плюс альфа 8 5 любого H у альфа полярм где альфа и строго больше ну они рациональные H это элемент группы пекаро то есть мы работаем в группе пекаро то есть в группе классов дивизоров а точнее даже в группе классов Q это пространство наносят группы пекаро квадрика минус все кривые 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 которые на нее впали минус E2 E6 а T кривая это L минус E1 и и у нас надо взять конус натянутый на нашу E1 до E6 потом Q и T в группе в группе пространственных пекаро в группе пекаро очень правильный вопрос вот у нас есть для P2 группа пекаро упражнена L когда мы раздуваем у нас добавляют соответствующие E у нас будет 7 мер и все выражается через E Итак мы получили что для любого H что-то здесь у нас будет H полярное теперь заметим одну такую вещь мы же касательные конники на самом деле здесь вторая касательная назовем ее Т штрих и она тоже вместе с Q даст еще один штрих если первое нам давал Q то второе путь нам даст Q ну и понятно что T и T штрихи говорят поэтому для наши условия выполняются и для U для U и U штрих H полярный для любого H здесь для любого H внутренности это конус конус можно называть конусом полярности например если угодно то есть конус полярности это конус натянутый на все актевые дополнения ну ладно наверное сейчас сейчас не подпустилась а нам нужно положительный концент чтобы эффективно поэтому у нас получается конус теперь у нас есть наша коллекция состоит из двух серий у и и заметим что H полярность выполняется для всех директоров здесь наша коллекция она ценносферсальна почему это ну давайте я нарисую хотя бы один слой или два слоя для второго цилиндра мы видим что слои в обществе попарно пересекаются на первом цилиндре для второго это значит что с любого слоя на любой может перейти трансферсальная есть H полярность и нам осталось проверить только H полнота и для каких то есть это набор H полный для всех H таких чтобы у нас в дополнении к W не возникло H то есть мы надо проверить на носитель W при дополнении к носителю W из чего состоит в дополнение к носителю у нас лежат все E1, E2, E3, E6 лежит Q но в отличие от конус полярности у нас не попадает T он получился чуть поменьше и так это получается E1 объединенное E6 из Q мы можем вести такой запрещенный 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 конус который плохой он определяется так мы возьмем все кривые выигрышки которые полностью дизъюнтны с носителя это конус в группе пекара опять мы берем классы конус всех эффективных дизизоров порожден он порожден минус 1 кривые он порожден минус 1 их 27 не 6 и L тоже порождается можно взять 27 кривых и продить конус эффективных дизизоров и теперь с ним будем сравнивать да мы с ним будем работать но медленно итак что у нас произошло я назову запрещенный конус полярность для форум мы до этого определяли конус полярности для каждого цилиндра и конус полярности для коллекции это пресечение конусов полярности для входящих в наш набор. Так что, что получается? У нас для любого... То есть нам нужно, чтобы дивизор H входил во внутренность конуса полярности, но не попадал в заключенный конус. Для любого H, который лежит в относительно внутренности конуса полярности нашей коллекции, без заключенного конуса, то есть заключенный конус не обязательно лежит в полярности полярности, но не сколится запись такого немножко не строго. То есть для любого такого H, каков-то конус на H, будет обобщенный гибкий. И, в принципе, мы доказали обобщенную гибкость уже с помощью такой коллекции с мужского набора для очень многих дивизоров H. пока этого не видно. То есть, если посмотреть на конусы запрещенные или конус полярности, то видим, что для одного цилиндра они совпадают. Цилиндров и для того, и запрещенный конус полярности прожжены клевыми дополнениями. Но когда мы переходим к коллекции, эти конусы ведут себя по-разному. Потому что для конус полярности мы пересекаем наш конус в группе Пикаро, а для запрещенного конуса мы пересекаем дополнение. Потом мы уже берем конус на дополнение. И он оказывается меньше, и это наш выигрыш. Наверное, есть ли какие-то вопросы? То есть здесь вроде как это был пример, но это пример, с помощью которого я ввел еще пару определений, как все происходит. Ну, в принципе, чай как раз. Так, сколько мне еще было времени? Реально. И как минимум 10 минут. Вот, хорошо. А кто же больше? Больше, что может быть. Пока есть один неспящий слушатель. Ну, вот это неспящий слушатель, это большой вопрос. То есть не всегда послушательный вид, что они не сидят. Ну, пока вроде живут. Хорошо. Теперь посмотрим, чего же мы добились этим самым. То есть когда у вас есть 6 перчиненных прямых… Я прошу прощения за занудство. Можно я все-таки еще раз попрошу, а вы не могли бы написать какое-нибудь утверждение, теорему или что-нибудь такое? Ну, хотя бы к чему как бы все идет? То есть в чем? Основной пафос. Что должно остаться после доклада? После доклада, во-первых, общий признак обрученной гибкости. То есть что существуют наборы, которые там помножатся аж полярные, то набор наш тратистальный и аж полный. То у нас есть обрученная гибкость. И во-вторых, на кубических поверхностях… Да-да, я вот имею в виду именно в примере, то есть для кубических поверхностей. Для кубических поверхностей некое понимание того, какие наборы брать. То есть мы увидим, мы возьмем конус… Можно ли как-нибудь сформулировать какой-нибудь результат именно про эти поверхности, то есть какое-нибудь утверждение? Да, утверждение будет. А может быть просто, если вы его напишете, сформулируете, просто от этого будет проще воспринимать происходящее, то есть будет понятно, к чему, что идет? Для этого мне нужно сказать… Немножко поговорить про исключительные кривые. Что я с этим собирал? Возьмем… У нас на P2 мы раздули 6 точек, получили E1, E2 и далее E6. И у нас получилось 27 кривых. Как они увидят? В-первых, 6 кривых – это наши раздульные исключительные. Потом у нас есть коники. То есть конику для каждой пятерки. Есть своя коника, допустим, коника, которая не проходит через E1 и пересекает E1, и мы назовем Q1. То есть наслаблили… В нашем примере это Q была Q1. И она изоморф на P1. Да, это изоморф на P1. То есть она имеет индексное пресечение 4 на P2. Раздули 5 точек, стало минус 1. Потому что 5 отъявок. Поэтому стала минус 1 кривая. И еще бывают прямые, проходящие через пару раздутых точек. Потому что у нас был индексное пресечение 1. Два раза раздули, получили минус 1. Мы обозначим, если через E3 и E4, обозначим L3 и E4. Можно на этих 27 кривых, то есть 6 исключительных E6, 6 коник и 15 прямых через пару раздутых точек. На них можно откроить конус группы ПК. Это будет конус эффективных дивизоров. Это вниз. То есть он же конус моря, он же конус численно-эффективных дивизоров. Конус над минус 1 кривыми. В нем лежит конус обидных дивизоров. Поэтому, если мы хотим доказать обобщенную гибкость для всех возможных обидных дивизоров, нам нужно все части нашего конуса покрыть. И покрывать мы будем так. У нас есть большой конус. У нас есть большой конус. Давайте я вот так. Значит, NE. У него маленький конус. Эппл. И внутри торчит весь антикононический дивизор. Антикононический класс. И относительно него наставили все эти конусы симметричны. Сейчас минус 1 кривыми – это больше, чем обидные? Да, больше, чем обидные. Потому что любой обидный дивизор является численным кофетином. Потому что если он пересекает все отложительности, значит, он пересекает все отложительности. И он собереводясь двойственным кофетином. Потому что… Ну, ладно. И теперь мы таким вот способом, с помощью этого множества, мы покрыли какую-то часть нашего конуса. И знаем, что там все хорошо. Нам нужно взять много-много таких частей. И убедиться, что они покрывают весь конус. Они будут покрывать весь конус кроме антикононического. И в свое время, когда я работал с предсказанными степенью 5 и 4, я брал просто производительные наборы, покрывал их как-то. И смотрел их объединение. Это все или нет. Это было 15 тысяч конусов в такими антиконсах. И пары дней расчетов, они все равно… Конечно, привели к ответу, но не полный. А вот… Уже привели Чельцовский парк из Кореи Шкульппарка. И Вонг, его ученик, кажется. Они сделали очень правильную вещь, потому что они лучшие специалисты в этом, чем я. Они взяли подразбиение нашего конуса на части относительно антикононического. То есть, то, что называется звездочное отразбиение. Есть такое понятие? Да. Но не совсем. В целом сабдивизием происходит с следующим образом. Если у нас есть конус, допустим, эффективный конус, мы берем произвольную грань этого конуса. Грань необязательной максимальной размерности. И делаем такой конус. Конус, рожденный f и минус k. Оказывается, если мы возьмем все грани и возьмем конусы, то их относительные внутренности образуют дизъюнные объединения, то это и равно относительной внутренности, ну или это точно обычная внутренность всего какими-то конусами. И в частности, если мы посмотрим на все возможные конусы, то есть не все возможные грани, они выглядят примерно так. Там есть не три списочек, которые можно выписать. Пустим, конус, натянутый, допустим, на e1, то далее, e2, до какого-то ежитого. Ну, то есть, может быть, e1, e1, e2, и далее, e1, e2, e6. То есть, может быть, конус натянутый на e1, а там e2, e3, e2, e1, e3, e3, u1, e5, e3, e3, e5, e3, e3, e3. Ещё бывает то же самое, только к поражающим конусу добавили L-E6. То есть список сдаёт все грани и оказывается, что с помощью наших наборов мы покрываем эти конусы по очереди. Здесь маленькое замечание. Конечно, все конусы приводят к кономольских видов в тайные выборы L-E6. Может быть, что какой-то конус торчит в любую сторону, порождён каким-то исключительными кривыми, дезюнтными, абсолютно другими, но мы можем сказать, что вот это вот они и есть наши L-E6. Для любого набора шести дезюнтных кривых можно построить такое приложение. Существует такой дивизор, чтобы… Да, но может быть, по ним судьба. И получить там, собственно, аналогичный патрус. Поэтому с точки зрения симметрии наших кривых мы ограничиваемся никакими случаями. И, допустим, если посмотреть внимательно на уже построенный набор, что у нас было? У нас был конус полярности, прождён 1,6 Q и T. То есть Q и T – это L минус E6. А конус запрещённый, прождён 1,6 Q. Можно увидеть, что в дополнении, то есть в внутренности конус полярности без запрещённого, уже лежат какие-то из этих конусов. По-моему, все прождённые Е1 дали Ежи. Если я не ошибаюсь. Не отбиваясь мнения, помните, что-то где-то немного напутал. Вы стопленный набор, которому он нужно вывести? Ты умеешь выбирать наборы шести дезюнтных, которые согласовываются? Ну, во-первых, набором шести дезюнтных мы ввели всевозможные грани в таких случаях. Понятно, что когда мы добавляем антикономические, то есть у нас получается конус проведён антикономическим. И вот, по крайней мере, с помощью наших У1 и У1 стих, по крайней мере, все вот такие вот, например, будут покрыты. То есть всё, что порождено Е-шками и антикономическим, покрывается вот этим без запрещённого. Ну, а чтобы добить остальные конусы, то здесь единственный конус, который мы не можем добить, это пустой конус. То есть пустая, то есть тривиальная грани, то есть вершина конуса, которая даёт луч, натянутый на антикономический дивизор. То есть вот это вот мы не можем получить, а все остальные мы можем. Либо с помощью таких цилиндров, либо с помощью ещё одной конструкции. Как вы знаете, если мы пытаемся сдувать, то есть, допустим, мы сдули одну прямую, назвали её Е1, сдули вторую прямую, назвали Е2, третью можно назвать Е3 и Е4. И вот до этого момента нам было всё равно, какую прямую мы выбираем. Потому что граф инсидентности наших прямую, то есть то, что с чем пересекаются, это дополнение к графу Шнеттли, это, наверное, неважно. Но главное, что любая четвёрка симметрична любой четвёрке, любое множество… Сейчас могу, по двух помеет, имеешь в виду из шести или из семи? То есть это какие-то новые. Мы каким-то образом сдуваем и выбираем как-то Е1. Даже пресекающиеся? Не пресекающиеся. Потому что мы не можем дуть прямой, который пресекался, но её уже ждут. Всё индекс нарушится. На этом моменте у нас возникает сложность. До этого было всё и говорят на наши картинки. После этого у нас возникает такой момент, что у нас ставятся три щитные прямые условные, мы их назовём Е5, Е6. Да, L5, L6. И мы можем сдуть Е5 и Е6 попасть в P2, а можем сдуть L5, L5, L6. Если мы сдуем L5, L6, то уже у нас не будет исключительных кривых, то есть минусных кривых. Дальше звать нечего. Но у нас будут кривые с самопресечением 0. У нас будет двадцать их расслоений. Будет P1 на P1. То есть Е5 и Е6 будут слоями P1 на P1. И там тоже можно построить картинку более сложную, но тоже с линдзером. Сейчас она дает какую-то другую цель? Другую. Она выглядит совершенно по-другому. Просто такая большая картинка еще на G-HIM. Я думаю сейчас не к чему, потому что… Я спросил, что есть дивизоры, для которых нужна именно утром. Да. То есть, скажем так. Если… Что-то было. Здесь у нас хватало дивизоров на P2, которые наказываются вот здесь вот. Да и вот здесь вот тоже. Везде, где мы добавили минус 6. У нас нужно P1 на P1. А для антихронического луча мы никак не можем получить покрытие. И это некая теорема. То есть, известный факт, что там просто нет антихронического конуса антихронического. Это зеленый класс. В смысле, был бы антихронизирован в P2? Да. А… Именно это? Именно это? Нет, оно на однородном углу. Получается лицом антихронизирован. Мы все время работаем на Ирике. То есть, пользуемся картинкой на P2, чтобы понимать… На Ирике. Я понял. Да. Ну вот. Еще можно сказать, во-первых, что конструкции цилиндров есть в работе там… Цилиндров – он DPS surfaces. То есть, Чельцово, Парка и… Либо вон… А может быть там… Прокров. Я… Скорее, автор этой работы я точно… Я забыл. Но есть еще обзор. Замечательный обзор. Цилиндров – он фановый в Райтис. Завтра с вам Чельцово, Парка, Прокрово и Орк. Завелье. Давайте… Уважаем. Уважаем. Это обзор – он фановый в ВРайтис. И как раз этот обзор, он есть на архиве, он, я думаю, что в процессе публикации может быть уже прибыл. И там подробно написано, какие цилиндры бывают, какая гибкость, где бывает, и там есть много примеров гибких многодалей с архивом. Но еще и, помимо конусов, можно брать, например, тотальный контакт информации, то есть только конусов, они удобнее этих конусов, потому что там у нас аж полярности. Условия аж полярности нам не нужно, потому что там у нас такой, как сказать, получать конусы сильно гибкость. И там уже тоже можно получить очень много примеров гибких многодалей. Основные идеи я услышу. Еще, как говорят об обращенной гибкости, проблема в том, что я не могу полностью контролировать дополнение к цилиндру. Если здесь, на Т2, я хорошо знаю дополнение, дополнение к цилиндру, это вот Е1, далее Е6, и Q, если, допустим, впоследствии к наборам. То есть, носитель набора у меня хорошо весит. Там легко можно бедиться, допустим, что мы проживаем, все или не все. Но для других наборов, на Т1, на Т1, там дополнение получаются точки, которые в обществе не отсюда. То есть их очень сложно контролировать, и поэтому гибкость состоящую там доказывает скорость. Но там на работе, по которой я закладываю, есть пример определенный кубик деформации и определенное вложение, для которых все работает. И сейчас дальше. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Ты, по-моему, так не сказал, почему для экономического? Да, там, короче, очень сложно сказать, которые я в какой-то момент понял, но сейчас не могу изложить. Это как раз работа с Синдерсом для Петра. А еще уже несколько типов граммов каких-то вопросов. На группе Пекара формы нет. Какую Синдерсом для Петра? Ну, там, минус 1,6, видимо, получается. Сейчас, ну, фу, 1,6. Потому что у нас, L у нас единичка, и 2,6 не минус единичка. Больше поднимем, с 1 минус 1, то есть 600. То есть 1 положительная, 1 положительная, 650. А вообще, эта форма как абстрактно зависит от поверхности на секунду на этаж? На секунду на этаж. То есть у нас, когда мы меняем и двигаем наши точки в Синдерсом для Петра. У нас бывает так, что геометрия сильно меняется. В какой-то момент какие-то три из численной прямые могут пересечься в одной точке. Называется точка ЭКХА. Например, на кубике Ферма их много, поэтому там у нас все сработало. Ну, да, для нажива Петра все это не важно. То есть в пространстве с форма сигнатуры 1,6 есть выделен конус и двоистый конус? Да. То есть они вполне конкретные, не зависит от поверхности. Вот эти вот. Эффективные и объективные. Сейчас нашу. А абстрактно их можно полить? То есть там… Ну вот. Минус не кривых. Минус не кривых. Минус не кривых. То есть, вернее, классы минус не кривых, они такие. Ешки. Только для Q это 2L минус 5Ешек. И прямые L и JT это L минус там E3 и E4. То есть там не КНК для вас системы? Пробегало. Пробегало. И E6, кажется. Ну, вроде E6 прибегало. И… Ну, E6, да. А с ее сигнантурой без наших 6 и все, как бы, да. Минус не кривых. Вот как это связано точно я не скажу, но там прям… То есть что-то чему-то двое. Путь утверждения есть, выдвигать не будет. Ну, то есть, так вот прямо сказать, что есть какая-то пункт, для которой это бонус высокий, бонус корней. Врубочка неверно, да? Сейчас конус… Скорее всего, не совсем. Ну, я сейчас… Надо что-то… Надо что-то где-то преобразовать и получится… Ну, то есть там какую-нибудь диаграмму… Можно выбрать 7 базисных этих самых… Я думаю, что можно, но я отключат его. Спасибо. Еще вопросы? Так, может быть, чате есть? А, надо идти в чат, да? Нет, в чате есть. Ну, вроде… Сейчас… Это я не знаю… Что-то…